Доброго времени! Тема сегодняшнего видео Password Settings Object Что это такое и для чего собственно говоря нужно? Допустим, если у вас в Домен Контроллере действует определенная политика паролей Ну, не допустим, если у вас есть Домен Контроллер, то у вас всегда есть какая-то политика насчет паролей Длина пароля, сложность пароля, время действия пароля и все такое Например, проверим тут Add Accounts Мы можем видеть, что политика паролей тут Что минимум у меня пароль может действовать один день Максимум 42 дня Минимальное значение 7 символов должно быть Система запоминает 24 старых пароля И все такое Можем проверить еще через SecPoll Ну, в каждой организации своя политика паролей Так что у меня Не помню, чтобы я тут что-то менял Скорее всего, это дефолтное Если зайдем в SecPoll Account Policies Password Policies Те же самые значения Уже в графическом интерфейсе можем наблюдать тут Это все прилетает по групповым политикам Ну, допустим, если у вас такая задача, что нужно создать Password Policies, немного отличающиеся от тех, которые у вас есть От той, которая есть у вас в домене Либо же в вашу организацию внедрили какой-то сервис Для которого ваша Password Policies не подходит Ну, это сервис не на винде Просто он использует Active Directory И те настройки пароля, которые у вас есть Они совсем не стыкуются с этим продуктом Что же делать в такой ситуации? Мы можем создать такой объект в Active Directory, как PSO И настройки этого PSO, они будут отличаться от текущей настройки паролей домен контроллера И можем сделать так, чтобы они кардинально отличались Как это делается? Допустим, так, это мы закроем, это уже нам не нужно Заходим на домен контроллера и в Administrative Templates И нам нужен Active Directory Administrative Center Идем здесь и создадим один PSO, который применим к определенным пользователям Будем считать, что у нас есть задача создать паспорт-политику для VIP-юзеров Которые гении своей специальности, но далеки от IT И набирать пароль, который состоит из 7 символов Для них очень сильный напряг Заходим в Active Directory Administrative Center Кликаем по названию вашего домена Тут будет Container System Внутри системы нам нужен Password Settings Container Заходим сюда Тут у меня пока никаких PSO объектов не существует Создадим один из них New Password Settings И, соответственно, назовем эту политику VIP Passwords Precedence Что это такое? Это, грубо говоря, приоритет Если в вашей организации несколько этих самых политик-паролей И один и тот же юзер, он находится в нескольких этих политиках То во избежание конфликта, чтобы эти PSO объекты не воевали друг с другом Есть такая вещь как приоритет Так, например, если мы создадим вот эту политику То поставим ей приоритет 1 Если создадим другую, то приоритет 2 И если юзер находится и в той, и в другой политике паролей То выигрывает та, у которой приоритет меньше То есть 1 Если он будет в двух политиках У одной будет приоритет 5 А у другой будет приоритет 10 То политика, у которой будет приоритет 5, выиграет И на него будет распространяться настройка паролей, которая будет в политике с приоритетом 5. Но у меня тут одна единственная политика. Поэтому поставим тут приоритет 1. Максимальная длина пароля. Прежде чем приступить к настройке, хочу кое-какой тест сделать. Допустим, если зайдем вот сюда. Ну, помимо того, что я вам показал, какая тут политика паролей by default. Если, ну, например, у меня есть юзер. Я хочу ему сбросить пароль, reset password. И хочу, чтобы пароль состоял из двух символов. Я нажимаю ОК. И, естественно, получаю отказ. Потому что Windows cannot complete the password change for Farid Mika, because the password does not meet the password policy requirements. То есть, естественно, я не могу сбросить ему пароль более слабый, согласно политике, который уже есть. То есть, у меня минимум значения, минимум, минимальная длина символов. У меня 7 символов. А я пытался сделать пароль из двух символов. Поэтому логично, чтобы получил отказ. Это для теста. Сюда мы еще вернемся. И тут я ставлю минимальную длину два символа. Количество паролей, которые будет хранить система в памяти. Ну, пускай будет один. Password must meet complexity requirements. То есть, пароль должен соответствовать правилам сложности пароля. Это обычно, чтобы в нем была одна большая буква, одна маленькая буква, что-то вроде восклицательного знака, чтобы пароль не содержал ваш юзернейм и все такое. Стандартные complexity requirements от Microsoft. Но это мы не будем выделять. Это у нас VIP пароль. Minimum password age. Сколько минимум может пароль просуществовать? Ну, пускай будет один. Максимум password age пускай у меня будет 90 дней. Я даже могу это отключить, чтобы у меня один пароль, который я буду выдавать, эту политику, хранился вечно. И система никогда не требовала меня о смене пароля. User lockout policy – это политика локаута. То есть, сколько раз мне надо ввести неправильный пароль, чтобы система меня заблокировала. И через какое количество времени система меня автоматически разблокирует. Или же я могу поставить, что система меня не будет разблокировать никогда, пока я не позвоню в техническую поддержку и не попрошу, чтобы меня разблокировали. Это все можно отсюда настроить. Но у нас тут VIP политика, поэтому сделаем ее максимально гуманной, но небезопасной. Теперь Direct Applies To. То, собственно говоря, для чего мы это делали. Вы не можете, театрически можете, но в принципе не должны распространять эту политику на всех. Потому как у вас в домен-контроллере должна быть определенная политика, которая распространяется на всех. Которая отвечает всем правилам безопасности, комплексити и все такое. А вот такого рода политики, они распространяются только на определенных юзерах, из-за которых эти политики, собственно говоря, и создаются. Соответственно, здесь выбираем скоб пользователей, кому эта политика будет применяться. Тут также можем выбрать и группы пользователей, на которые будет применяться эта политика, и на юзеров, которые внутри этих групп соответственно. Ну, у меня тут в тестовой лаборатории один юзер, и на него будет применяться вот эта вот политика. Да, это он. Нажимаем ОК. Как видим, наша политика создалась. VIP Passwords. Description мы не указали. Обычно, если у вас несколько таких PSO объектов, то лучше Description писать. Это мы закрываем. И сейчас проверим, что у нас получилось. Как вы помните, мы выбрали максимальную длину пароля в два символа. А до этого у нас не получалось сбросить пароль этого юзера на два символа. Система выплевывала с ошибками, что не соответствует политике паролей. Значит, пробуем. Reset Password. И попробуем назначить ему пароль из двух символов. Как видим, все получилось, все работает. То есть, именно этого юзера я могу сбросить... Сбросить ему пароль, чтобы он был не такой сложный, как предлагает общая доменная политика паролей. На этом все. Думаю, было интересно. Спасибо, что смотрели.